Настроение очень хорошее. В первую очередь ты побыл дома, побыл с семьёй. Говорится, подтянул то, что хотелось, и едешь с чистой душой, что дома всё нормально, и можно ехать дальше работать, свою работу. Всё хорошо уже, да, проблемы позади, это самое главное для меня. Всё хорошо. Ну, в принципе, то, что хотели с тренером, мы сделали работу. Ну, кой-то, конечно, можно было и получше, но я думаю, что ещё есть немножко времени, которое можно подправить. Когда семья рядом, и это очень хорошо, когда есть родные люди, близкие, ну и, конечно, то, что рядом племянник, ребёнок. И интересно, когда даже есть тренировки тяжёлые, приходишь домой, а маленький человек тебе улыбается, и уже сразу напряжение всё уходит. Он хороший друг, хороший человек. К тренировке у него было свои, потому что он мужчина, мы женские, и у нас совсем немножко это. А так, совместные стрелковые были, интересно, и есть на кого равняться, потому что Яков Ак очень быстро и чётко стреляет, и можно где у кого научиться. Нет, я не говорила, решение принимают тренера, но, в принципе, никакой разницы нет. Один плюс, что так далеко не надо добираться. Да, и, конечно, всегда будем участвовать. Какие там будут соревнования, я думаю, мы будем принимать участие. Ну, желание, конечно, хочется во всех, но буду прислушиваться и к тренерам, и к своему состоянию. И я думаю, что будет всё хорошо. Да, получили всё, она уже, наверное, в Норвегии даже домой и не завозили, потому что сумки тяжёлые, как всегда. Женщины любят очень много вещей брать с собой. Так что экипировка хорошая. Спасибо Адидасу, спонсору, что он нас одел, и мы будем выступать все в этой экипировке. Ну, нельзя оставаться на одном и тем же, надо что-то менять, жизнь идёт, нужно всё попробовать. Ну, конечно, это спасибо всем, кто помог предоставить эти винтовки, потому что всё же, когда где-то ветер сильный или этот, есть время, которое, ну, изнашивается. И всё же лучше, когда снова стрелять, чем со старого.